Глава Чувашия Михаил Игнатьев провел совещание с руководителями концерна тракторные заводы и ряда организаций. Это уже вторая встреча за последнее время. Повод ситуация, сложившаяся на предприятиях концерна из-за нехватки оборотных средств. Глава Чувашия Михаил Игнатьев напомнил, вопрос о перспективах отечественного сельхозмашиностроения будет обсуждаться на правительственной комиссии по импортозамещению Дмитрия Медведева. К этому времени руководителям ведомств вместе с руководством концерна надо проработать и подготовить предложение по улучшению ситуации. Мы должны все понимать, там люди работают, живые люди, они хотят там работать. И мы не должны на сегодняшний день закрыть вообще наше производство. В 2008 году, к началу мирового кризиса, концерн имел большие кредиты, взятые для консолидации производства. Задолженность должна была быть конвертирована в инвестиции, получаемые из фондового рынка. Но в силу разных причин этого не произошло. В результате концерн оказался должен банковскому синдикату более 37 миллиардов рублей. Плюс был выдан стабилизационный кредит со стороны внешне-кону банка, который на тот период времени стал основным собственником всех акций концерна-трактной заводы. И большая часть этого стабилизационного кредита была направлена на урегулирование задолженности перед банками. И в частности на погашение от части процентов, части долга, плюс эволюционные займы. То есть это была достаточно серьезная конструкция. Но эта конструкция, начиная с момента создания до сегодняшнего дня, оказалась неработающая. Ни одного решения сконсолидированного со стороны синдиката банков не было принято. В конечном итоге долг перед банками с учетом процентов вырос вдвое. Кроме того, не выплачено налогов и страховых платежей свыше миллиарда рублей. Однако концерн от своих обязательств не отказывается. Не ожидается и сокращение сотрудников. Специалисты понадобятся в следующем году, когда придется выполнять большой объем заказов. В результате комплекса мер финансового оздоровления, который проводится при участии федеральных органов власти, в 2016 году концерн планирует возобновить нормальную финансовую и производственную деятельность.